Всем привет! С вами Матсайентист, это канал Патан Амебного Уровня. Мы продолжаем изучать ревматические болезни, и сегодня мы рассмотрим другие заболевания из группы ревматических болезней, такие как ревматоидный артрит, синдром Шагрена, системную склеродермию и дерматомиазит. Ревматоидный артрит это воспалительное ревматическое заболевание неустановленной природы, которое характеризуется симметричным хроническим эрозивным артритом периферических суставов и системным воспалительным поражением внутренних органов. Имеется довольно много классификаций ревматоидного артрита. Мы здесь видим 4, еще на следующем слайде будет. И вот к клиническим вариантам ревматоидного артрита относят, собственно, ревматоидный артрит, который проявляется либо моно, либо олиго, либо полиартритом. Моно один сустав, олиго несколько суставов, поли много суставов. Дальше, это ревматоидный артрит с системными проявлениями, то есть с поражением внутренних органов. В первую очередь почек, поскольку одним из важных клинических проявлений ревматоидного артрита является развитие гломирования нефрита с дальнейшей почечной недостаточностью. И особые синдромы. Это синдром Фелти и болезнь стила взрослых. Напомню, что болезнь стила это ювенильный вариант ревматоидного артрита или ювенильный ревматоидный артрит, то есть ревматоидный артрит у детей. Иммунологические варианты. Есть серопозитивный, есть серонегативный. Разделяют эти иммунологические варианты по одному серологическому маркеру, ревматоидному фактору. Это очень важный серологический маркер, который выявляется при многих ревматических болезнях. Кроме того, течение ревматоидного артрита может быть как быстро, так и медленно прогрессирующий. И по активности может быть низкое, умеренное, высокое. Ну и может быть ремиссия. Кроме того, ревматоидный артрит стадируется. Есть рентгенологические стадии ревматоидного артрита. Для первой стадии характерен только околосуставной остеопороз. Во второй добавляется сужение суставных щелей, а также начинают появляться узуры. Это эрозии суставного хряща. На третьей стадии уже имеются множественные узуры, а также имеются признаки наличия паннуса. Паннус это такой соединительно-тканный лоскут, кстати, паннус по-латыни означает лоскут, который наползает на хрящевую ткань и в дальнейшем может привести уже к четвертой стадии, то есть к формированию фиброзного или костного анкелоза. Анкелоз это полное сращение суставных поверхностей, естественно с полной утратой функции сустава. И по функциональной недостаточности. Нулевая степень функция суставов полностью сохранена. В первой степени функция суставов нарушена, но способность к профессиональной деятельности сохранена. На второй стадии уже утрачена способность к профессиональной деятельности, и на третьей утрачена способность к самообслуживанию. Стоит отметить, что многие великие люди страдали ревматоидным артритом. Даже художники страдали этим заболеванием. Например, известный живописец Агюстре Нуар. Кроме того, имеются особые варианты ревматоидного артрита. Первый вариант это синдром Фелти, который включает в себя помимо суставного синдрома нитропения, гептоспленомегалию и другие несуставные проявления, такие как воскулит и нейропатия. Кроме того, имеется гиперпигментация кожи нижних конечностей и высокий риск инфекционных осложнений. При болезни стила взрослых можно наблюдать рецидивирующую гектическую лихорадку, артрит и макулопопулезную сыпь. Именно поэтому при болезни стила как взрослых, так и детей, больных желательно вначале госпитализировать в инфекционный стационар для того, чтобы исключить инфекционный процесс. Поскольку если мы больного с подозрением на ревматоидный артрит госпитализируем в общий стационар, либо в исключительно ревматологический стационар, а у него внезапно окажется заразное инфекционное заболевание, то будет очень плохо. Поэтому лучше сначала исключить инфекционный процесс, а уже потом исключать и лечить, если все-таки выявили ревматический процесс, ревматоидный артрит. И вот основные стадии ревматоидного артрита. Значит первая стадия, все хорошо. Для второй стадии характерен синовит. Дальше начинает формироваться панус. Это вот такой вот соединеннотканный лоскут, который наползает на суставной хрящ, постепенно его разрушая. Кроме того, начинают появляться узуры. Это эрозии хряща, а также прилежащие к ним эрозии костной ткани. В дальнейшем развивается фиброзный анкилоз, то есть развитие соединеннотканных спаек между суставными поверхностями, которые в дальнейшем могут осифицироваться, что приводит к развитию костного анкилоза. Естественно, в случае костного анкилоза сустав уже работать не будет. И вот гистологическая характеристика синовиальной оболочки сустава при ревматоидном артрите. Мы видим, это фрагменты синовиальной оболочки, вот ворсины синовиальной оболочки, и мы видим резко выраженную лимфоидную инфильтрацию в этих самых ворсинах. Можем даже местами увидеть фокусы склероза. И вот уже результат воспаления, это вот этот самый панус. То есть здесь уже лимфомакрофагальная диффузная инфильтрация, уже с преимущественным количеством макрофагов, если здесь были лимфоциты, то здесь уже в основном макрофаги, и начинает расти грубо-волокнистая рубцовая ткань. Да, имеется грануляционная, но начинает расти рубцовая ткань, которая наползает на суставной хрящ, в дальнейшем приводя к развитию фиброзного анкилоза, о котором я говорил на предыдущем слайде. И вот основные деформации суставов, которые можно увидеть у больных ревматоидным артеритом. В первую очередь это заболевание поражает именно дистальные суставы. Чаще всего суставы кистей рук. Ну, поражение суставов кистей рук и чаще всего выявляется, поскольку руки всегда на виду. Что мы видим? Мы видим вот такую деформацию по типу бутоньерки. Можем увидеть выступающую головку локтевой кости. Деформацию большого пальца 90-90, то есть сгибание под углом 90 градусов в пясно-фаланговом суставе. И разгибание под 90 градусов в межфаланговом суставе. Далее это деформация пальцев вот такая по типу лебединой шеи. Вот так она выглядит. И еще мы видим ульнарную девиацию, то есть отклонение всей кисти в сторону локтевой кости. Это еще называется кисть в виде плавника моржа. Переходим к критериям диагностики ревматоидного артрита. Во-первых, это так называемая утренняя скованность. Возникающая по утрам скованность в области суставов или околосуставных тканей, сохраняющейся не менее часа. Далее, это артрит трех или более суставов. То есть подтвержденное врачом наличие припухлости или выпыта по крайней мере в трех суставах. Возможно поражение до 14 суставов с двух сторон. Это пяснофаланговые, проксимальные межфаланговые, суставы запястья, локтевые и голеностопные. Далее, это артрит суставов кистей. Припухлость по крайней мере одной из следующих групп суставов. Суставы запястья, пяснофаланговые и проксимальные межфаланговые суставы. Далее, это симметричный артрит. То есть сходно, но без абсолютной симметрии двустороннее поражение суставов. Это может быть пясные плюсно-фаланговые суставы, это проксимальные межфаланговые суставы. Далее, ревматоидные узелки, то есть подкожные узелки, наличие которых подтверждено врачом, и эти узелки локализуются преимущественно на выступающих участках тела, разгибательных поверхностях или в околосуставных областях. Далее, это так называемый ревматоидный фактор. Ревматоидный фактор – это антитела к иммуноглобулинам класса G, то есть, по сути своей, это антитела к антителам. И выявление повышенных титров ревматоидного фактора в сыворотке крови также является одним из критериев ревматоидного артрита. Кстати, если мы говорим про ревматоидный фактор, то хочется вспомнить еще одни достаточно специфические клетки. Они называются рагоциты. Это нейтрофилы, которые сфагоцитировали ревматоидный фактор. И эти нейтрофилы можно наблюдать в пунктате суставной жидкости у больных ревматоидным артритом. Далее, это рентгенологические изменения, типичные для ревматоидного артрита. Это эрозия или узуры суставного хряща, околосуставной остеопороз. И вот эти рентгенологические изменения обычно локализуются в суставах кистей и стоп и наиболее выражены в клинически пораженных суставах, то есть в тех суставах, которые внешне деформированы. Стоит отметить, что диагноз ревматоидного артрита устанавливают при наличии не менее 4 из 7 критериев. При этом критерии с 1 по 4 должны сохраняться по крайней мере в течение 6 недель. Напомню, с 1 по 4 это утренняя скованность, артрит 3 или более суставов, артрит суставов кистей и симметричный артрит. Переходим к следующему ревматическому заболеванию. Это так называемый синдром Шагрена или Сьогрена. Это по-другому называется сухой синдром. Он характеризуется триадой. Дакриоаденит, сиаладенит, ну и как такой третий компонент это полиартрит. Основными компонентами естественно являются дакриоаденит и сиаладенит. Что это такое? Дакриоаденит это воспаление слезных желез. В итоге при воспалении слезных желез не продуцируется слеза, что приводит к такому симптому как сухость глаз. Чем это проблемно? Чем это опасно? Дело в том, что мы очень часто моргаем. Моргаем мы примерно раз в 3-5 секунд. И слеза является своего рода смазкой, которая позволяет нам моргать безболезненно. Так вот при сухих глазах, когда этой смазки нет, любой акт моргания, который, напомню, проходит каждые 3-5 секунд, это достаточно болезненное мероприятие. Следующее. Сиаладенит. Сиаладенит это поражение слюных желез. Причем как больших слюных желез, так и малых слюных желез, локализующихся во всей слизистой оболочке полости рта. И это уже в свою очередь приводит к стоматологическим нарушениям. Во-первых, выраженная сухость рта как симптом. Во-вторых, ассоциированные со снижением влажности в полости рта изменения со стороны зубов. Вот мы видим даже потерю некоторых зубов. И самый такой явный симптом – это нарушение переваривания пищи в ротовой полости. То есть банально нарушение жевания пищи, нарушение смачивания пищи слюной. По той причине, что этой слюны банально нет. А раз нет слюны, то нормально не формируется пищевой комок. И это приводит к тому, что в желудок пища поступает в недостаточно обработанном состоянии. Как проявляется синдром Шагрена гистологически? Гистологически – это малая слюная железа – мы видим достаточно большое количество признаков. Во-первых, это фокусы лимфоидной инфильтрации. Вот они. Вот еще можно увидеть достаточно большой фокус. За фокус считается скопление лимфоцитов больше 50 штук в одном таком скоплении. Дальше. Это уже изменения со стороны самой железы. Вот относительно нормальной эпителии железы. А вот возникшая под влиянием воспаления протоковая метаплазия эпителия. То есть, ацинарный эпителий слюной железы превращается в более инертный протоковый эпителий, чтобы не подвергаться такому воздействию антител. Далее. Какие мы еще можем увидеть изменения? Это липоматоз, то есть прорастание ткани слюной железы жировой тканью. И склероз – разрастание фиброзной ткани. Стоит отметить, что при морфологической диагностике синдрома Шагрена используется такое понятие, как фокус-скор или фокусный балл. Которое, по сути своей, определяет количество вот этих вот самых фокусов лимфоидной инфильтрации на каждые 4 квадратных миллиметра ткани слюной железы. И вот если этот фокус-скор больше одного, то есть больше одного фокуса на 4 квадратных миллиметра ткани слюной железы, значит, мы можем с определенной долей уверенности, естественно, при наличии соответствующей клинической симптоматики, говорить о синдроме Шагрена. Кроме того, поскольку имеются такие выраженные изменения лимфоидные, имеется определенный риск развития лимфомы, особенно лимфомы типа МАЛЬТ. Переходим к такому заболеванию, как системная склеродермия. Это прогрессирующее системное заболевание, в основе которого лежит воспалительное поражение мелких сосудов всего организма, с последующими фиброзно-склеротическими изменениями кожи, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Системная склеродермия, стоит отметить, была описана в одном из произведений нашего классика. Это Иван Сергеевич Тургенев. Он написал рассказ «Живые мощи», вот в котором у главной героини Лукерии он описывает типичную клиническую симптоматику склеродермии. И что это за симптоматика? Критерии клинической диагностики системной склеродермии разработаны американской коллегией ревматологов. Есть один основной большой критерий, так называемая проксимальная склеродермия. Это симметричное утолщение кожи в области пальцев с распространением проксимально отпясно-фаланговых и плюснефаланговых суставов. Помимо кожи, изменения могут наблюдаться на лице, шее, грудной клетке и животе. И вот изменения на лице есть достаточно специфические, они называются кисетный рот, который в одной из фраз был описан в живых мощах Тургенева. Далее, это малые критерии. Первый, это склеродоктилье, перечисленные выше кожные изменения, но ограниченные только пальцами. Далее, это так называемые дигитальные рубчики, то есть участки западения кожи на дистальных фалангов пальцев или потери вещества подушечек пальцев. И, наконец, это двусторонний базальный пневмофиброз. Это сетчатые или линейно-узловые тени, наиболее выраженные в нижних отделах легких при стандартном рентгенологическом обследовании. Могут на рентгене быть проявления по типу сотового легкого. И диагноз системной склеродермии считается достоверным при наличии либо одного большого, либо двух малых критериев. Для системной склеродермии характерен так называемый крест-синдром. Он включает в себя пять основных компонентов. Первый, это подкожный кальциноз, то есть подкожное отложение кальция. Дальше, это феномен рейно, то есть спазм кровеносных сосудов дистальных отделов конечностей, в первую очередь верхних конечностей, то есть кистей, с развитием их ишемии. Дальше, это дисфункция пищевода, то есть рефлюкс соляной кислоты и увеличение перистальтики пищевода. Далее, это склеродоктилия, о которой я говорил чуть ранее, и телеангиоэктазия. Это дилатация поверхностных капилляров кожи. И вот проявление. Вот Е-компонент крест-синдрома, эзофагус, стриктура пищевода при системной склеродермии. И склеродоктилия или сосискообразные пальцы. Мы видим утолщенные пальцы, которые при этом нормально не могут функционировать. И, кстати говоря, мы видим выраженную дистрофию ногтей, вплоть до такого видимого даже укорочения пальцев. Далее, это так называемое маскообразное лицо за счет склероза подкожной клетчатки. И вот мы видим так называемый кисетный рот. То есть, вокруг рта вот такие вот морщинки, которые напоминают верхушку кисета, когда его завязывают. Далее, это остеолиз дистальных фаланг пальцев кисти. Вот мы видим на рентгене признаки остеолиза. Кстати, на предыдущей фотографии, вот я еще раз покажу. Вот на втором пальце мы видим вот эти самые признаки остеолиза. Пальцы укорочены. И характерные изменения кожи лица, кожи лба по типу удара сабли. Вот такие продольные рубцы. Следующее заболевание это дерматомиозит. Или болезнь Вагнера, или болезнь Вагнера-Унферихта-Хеппа. Это тяжелое прогрессирующее системное заболевание садительной ткани. Скелетной и гладкой мускулатуры с нарушением ее двигательной функции. Кстати, если мы говорим о гладкой мускулатуре, то поражается нередко ЖКТ. Особенно поражается пищевод и желудок. Кроме поражения мускулатуры, наблюдается поражение кожных покровов в виде эритема и отека сосудов микроциркуляторного русла с поражением внутренних органов. И дерматомиозит нередко осложняется кальцинозом и гнойной инфекцией. У 25-30% больных кожный синдром отсутствует. В данном случае говорят о полимиозите. И вот есть такое проявление, называется симптом Гатрона. Это появление красных и розовых, иногда шелушащихся узелков и бляшек на коже в области разгибательных поверхностей суставов. Вот эти самые бляшки мы видим на разгибательных поверхностях суставов и по ходу, по сути, сухожилий. И микроскопические изменения в мышцах при дерматой и при полимиозите. Это поперечно-полосатая мышца, и мы видим в этой мышце резко выраженную лимфоидную инфильтрацию. Кроме того, мы можем увидеть признаки атрофии поперечно-полосатых миоцитов. И еще при полимиозите, поскольку это все-таки системный воскулит, мы можем увидеть признаки воспалительного поражения сосудов, то есть воскулиты. Еще одним заболеванием из группы ревматических болезней, о которых стоит упомянуть, является системная красная волчанка. Но поскольку я о ней говорил уже в лекции, посвященной иммунопатологии, ссылка на лекцию сейчас появится у вас на экране, то сейчас о ней говорить я не буду, повторяться еще раз я не буду. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, я с радостью на них отвечу. До скорых встреч!